Там девочку Дарья, кажется, увела ее Сюда заходи Ей не здоровится, пусть она посидит Дарья, кажется, увела Мама, мама отпусти Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если же мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Субтитры сделал DimaTorzok Если мы исповедуем, а не если будем исповедовать, если мы, когда цитируем Слово Божие, мы должны говорить точно-точно, буква в букву, запятую в запятую. Если мы не говорим, что мы цитату, а просто по Слову Божию, тогда мы можем добавлять, что, а вот Слово Божие написано и дальше рассказать, как написано, если мы не можем воспроизвести точную цитату. Мы должны говорить, что это не точно, а вот в Библии так примерно сказано или еще, но лучше всегда знать точную цитату и уже не добавлять и не убавлять. Понятно? А если не цитируете, то тогда говорите, что это не цитата. Так, кто еще скажет? Тарас? Полина? Давай. И если мы не исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Чуть-чуть добавила слово мы. Если мы исповедуем, ну, тоже так же, пять с минусом. Так, Левия? Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, очистит нам грехи наши и... Очистит нас от всякой неправды. Простит нам грехи наши и очистит. То есть сначала Господь нам прощает, мы просим, прости нас Господи, да? Он говорит, ну, как бы, да? Говорит, я прощаю вас. И второе уже этап. Раз грех прощен, то он и очищен, да? Очищает нас от всякой неправды. Но, чтобы быть очищенными, Тарас, чтобы быть очищенными, вот второй пункт-то нам нравится очистить нас от всякой неправды. Что нужно сделать? Какое условие вначале стоит? Если мы... Ну, сейчас уже несколько раз прочитаем. Даша, если исповедуем. А если не исповедуем, значит и непрощения, и не очищения не будет. Понятно? Так, ну, молодцы. Ксения, тебя будем спрашивать? Учила? Точно? Ну, ладно. Маши не было в прошлый раз. Даша, давай. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аминь. Так. Предыдущий стих все рассказали. Тарас, может, и предыдущий тогда вспомнишь? Ибо всякий. Давай, Нестор. Во всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя воздушится. Лука? Тут неправильно, у меня, по-моему, место. Тут Лука, 18 глава, 14 стих. Не 14 глава, а правильно здесь? 14 глава, 11 стих. Да, да, я вижу, что тут не то. 18-14, это не то. Неправильно. Неправильно, 18-14, это неправильно. Это, я тут неправильно, я вижу, что там в начале какая-то глава. Как, 14-11? 14-11. 14-11. Так, ну, это из какого места, Нестор нам сейчас наизусть сказал, это из какого места, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий возвысится. Какое место Писания, о ком там речь? О? Ну, Поля, в каком месте эти слова Христос привел? Рассказывает речу о... А мы, Таре и Фарисеи. Ну, кто возвышал-то сам себя, а кто унижал? Вот, смотрите, у нас, когда мы к Пасхе готовимся, ой, к Пасхе, к Великому пасту сначала, потом Пасха, мы с вами разбирали. Вот, посмотрите, у себя в записях, как назывались недели подготовительные. Ксюша, у тебя вот написано, вижу. Как назывались недели подготовительные? У них у каждой недели свое название. Вот, неделя мы, Таре и Фарисеи. Мы выучили этот стих из Евангелия Ответки. Дальше шла. Неделя о блудном сыне. Это вот, которая прошла сейчас неделя. Следующая неделя, вот эта, называется как? Называется... Неделя о страшном суде. Неделя о страшном суде. И по-другому она еще называется, как? Да, или сырная ее называют. Сырная неделя. А вот неделя мясопустная, это сегодняшний день так называется. Потому что по-славянски и во многих языках, вот там, в болгарском, сербском, там разные вот эти вот, ну, в общем, производные такие от языков, там неделя, это воскресенье. Воскресный день, узабейте, переводчики. Воскресенье. И на какой-нибудь язык. Там, польский, болгарский, славянский, сербский. И там вообще везде будет похожее слово ниджеля, ниджелка, там, или еще как-то вот так вот. Будет неделя. То есть неделя называлась воскресный день. А следующий день за неделей называется, как у нас? По-недельник. То есть после недели. Понятно, Нестор, откуда формировалось название понедельный? Если вторник, второй среда, как бы серединка, да? Четверка, слово четыре. Пятница, пять, вот. А понедельник, почему не назван там, если этот вторник, этот, назвали бы как-то первушек там, или как-нибудь еще как-нибудь, его первый день недели. Нет. Он называется по неделе, после недели. Потому что неделя, это был воскресный день. И вот неделя, неделя мясопустная, это сегодняшний день, когда заговняется на мясо. Помните, да, братья, что сегодня у нас последний день, когда вкушается мясо. И следующая неделя, она называется неделя о страшном суде. Уже читаются молитвы Ефрема Сирина, покаянные. Начинается подготовка к великому посту, покаянному такому времени в году, выбрано это время для покаяния. И подготовка уже к Пасхе. Там будет страх. Я не слышу, понедельник, как объяснили? После недели. А после какой недели? Ну, неделя, это воскресенье, воскресный день. Да, а неделя как называлась? Седмица. Седмица. Вот это даже немного же переходили. А суббота, почему суббота? Шаббот сохранилась, покой. Еврейское слово. Шуббота, шаббот. Да так, неверующий не знает. И вы где-то будете говорить, у вас сразу другой уровень в глазах людей будет. Знания. Откуда у нас график, откуда первый год, что означает. Все. Шаббот по-еврейски, день покоя у них был. Помните, у евреев, когда там, даже сколько вот фарисеи соблюдают, сколько шагов в этот день сделать нужно было и так далее. Так, значит, разобрали, да? И вот эта неделя, которая сейчас будет наша, ну, седмица, давайте уж так скажем, вот сейчас начнется седмица, она еще по-другому называется, кроме страшного суда, еще и называется сырная. По той, так скажем, диете, которую мы уже сейчас должны соблюсти. То есть мясо исключено, а все остальное еще разрешено. То есть рыба разрешена, молочные продукты и яйца. Она идет подготовка. Подготовка. В миру эту неделю как называют? Масленица. Масленица. Ну, если мы скажем тоже, такого греха нет, что сейчас наступила Масленица. Но нужно понимать, что Масленица, мы с вами это уже проходили, это какой праздник? Не право страны и даже и не христианский. Да, этот существовал праздник до пришествия еще, не до пришествия, а до того, как христианство в нашу страну пришло. Он у нас празднуется и в других странах, я не знаю, где-то есть подобное или нет, именно наш такой российский еще во времена языческой Руси до принятия христианства его активно справляли и никаким образом не могли искоренить уже с пришествием христианства. Как говорят, вопрос, ну вот Русь была языческая, потом приняла христианство, приехали священники, стали храм устроить. Совсем другое. То ли идолам поклонялись, даже человеческие жертвы приносили. У нас в России, ну Русь тогда была, до Владимира. И сам Владимир до того, как уверовал, он был сторонником жертвоприношений, именно людей человеческих, человеческие то есть жертвы, не барашков. И потом все изменилось. Все спрашивают, а сколько лет понадобилось, чтобы языческие традиции ушли? И люди стали только православные праздники совершать, только православные традиции. Так вот, до сих пор они не ушли, представляете? Уже более тысячи лет крещения Руси, а эти праздники их не могут никак искоренить. Не могут. Очень сложно. И уже тогда церковь пошла, ну как бы навстречу, чтобы этот весенний праздник, прощание с зимой, изготовление вот этого чучела, сжигание, когда водят вокруг него хороводы, когда поклоняются Богу, еще тогда Бог Вакфа или Дионисий, то есть Бог Виноделия. А как ему поклониться Виноделию? То есть напиться, напиться хорошо, пить, гулять не один день, так чтобы вот прям до беспамятства считалось. Вот тогда ты послужил и как бы вот эту жертву этому Богу Вакфе принес, Вакханалия. То есть вот безудержное такое полумистическое... Я еще о днях скажу. Мусульмане признают Пятницу праздник. Они не признают, что Христос умер, хотя его называют Иса. А раз не умер, значит не воскрес. Евреи ближе к нам, они исполняют субботу. Говорят, он умер, потому что они распяли. Но не воскрес, его украли. А христиане, это щадо воскресения. Мы верим, он как в очреве кита был и он, а так Христос воскрес. И когда спросят, в чем ваша вера? Ответ один, что Иисус Христос возлюбил мир, Бога Отец. Послал Сына Своего, и Он умер за наши грехи и воскрес. И мы все оправданы им, если каемся. Ни в одной религии нет Спасителя, а только у нас. Коротко, о чем Библия вся говорит об Иисусе Христе? Он наш Бог, Он Сын Божий, Он Бога-человек. И Он второе лицо Троицы. Вот это нужно, все, на этом дальше пока не надо идти. И вы уже будете выглядеть, как защитники истины. Запомнили? Да. Давайте пока, а то вдруг мы потом не успеем, запишем новый стих, который учить в следующий раз. А кто в этот раз не выучил, учит предыдущие. Первое, ой, не первое, просто Иоанна 5.9. То есть Евангелие от Иоанна 5.39. Пятая глава, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Да, в храме висит, узнали, да? Местор сразу начал по стенам, потому что где-то видел на стене. Некоторые не признают Ветхий Завет, а Христос говорил о Писании, когда Евангелия никакого не было. То есть Он о Ветхом Завете здесь прежде всего говорил. И говорил, Писание, потому что Ветхий Завет состоит из многих книг. То есть Писание, во множественном числе Он назвал их. То есть они все свидетельствуют о мне. Ты дома выпишешь? Да, у меня есть. Есть? Все, молодец. Вот, на следующее занятие. Что, не пишет? Мох пишет. Плохо, надо забрать. А где Берон? На службу. Молится. Чтоб не мешать никому. Давайте, я буду дальше рассказывать. А вы или дома выпишите. Вы главное на место Писания напишите, а дома выпишите. Вот. Так вот, с шутками, прибаутками, частушками, с изготовлением чучела и плясками, христианам, не то что участвовать в этом, даже вот рядом стоять, ну, перекреститься и отойти. Потому что вот этот чучел, это все отголоски вот этого язычества, которое люди с удовольствием до сих пор празднуют, и даже, может быть, не все понимают, что они вообще делают. Ну, это же просто весело, ну что вы такие, что вы такие прям всего боитесь? Мы не боимся, но участвовать в этом мы тоже не будем. Раньше люди, чтобы не участвовать в этом, истинные христиане, на смерть шли, гонения претерпевали. Готовы были за небольшие какие-то компромиссы, не шли ни на что. Готовы были жизни лишиться, чтобы в язычестве ни в каком не участвовать. Как заставляли мучеников, ну, вот стоит там какой-то там символ Юпитера, ну, только подойди, вот только поклон ему сделай, и все. Ну, ты же кланишься там иконам, все, вот поклонись там, или приложись только, зажги эту свечку. И все, и мы тебя отпустим, и семью, и детей твоих отпустим. Ничего не случится, а потом пойдешь, будешь молиться, грех твой тебе, Бог твой, прости. Ну, только вот сделай это. И люди шли на смерть, на страшную смерть детей и семью, чтобы в этом, в язычестве не участвовать. Почитайте в житиях святых. И мы тоже не должны в этом участвовать. А как масленицу справлять, у нас главный специалист по масленице, по именно традиционной русской масленице, которая к православию отношения не имеет. И это посмотрите, есть отрывок, можете посмотреть в фильме «Сибирский цирюльник». Там у нас режиссер Михалков считается главным специалистом по масленице. Она действительно так праздновали всегда на Руси. Но православной масленицей ее нельзя назвать. Там обязательно должно было, так называли, как же там, зубодробильные драки должны были пройти. Стенка на стенку, Ваня, может, знает, да, такое слышал. Что когда стенка на стенку, обязательно должны были. И вот они там прям там радуются, о, хорошо, о, хорошо. Там все в крови, там, зубы бьют друг друга. Вот радость-то у них. А потом они все просили прощения на прощенное воскресенье и приступали к Великому посту. То есть все смешали, все смешали, языческое, православное, все вместе. И вот, смотрите, я сейчас прочитаю слова Тихона Задонского. Это 1783 год. То есть сколько лет примерно назад? Кто быстро посчитает? Ну, примерно 1783 год, XVIII век. Больше 200 лет, да? 250 где-то там где-то. Нет, 300. 2783 год. 2783 год. Ну, 1883 уже, 1983, 200 лет и еще 40. 240 лет. Ну, 237, если быть точным, да? Вот даже представила, 237 лет. То есть более двух веков назад. Это 1783, это правило тогда в России, Екатерина II. И тогда был такой святитель, Тихон Задонский. Что он писал про Маслину тогда? Про ту самую традиционную русскую. «Сырная седмица есть преддверие и начало поста. А потому истинным чадам церкви следует в сырную седмицу поступать во всем гораздо воздержаннее. Слушают ли, однако, христианы сладостные песни любвеобильной матери своей?» А с кем мы мать свою? Мать-церковь называем. «Она завещает в эти дни более благоговеть. А они еще больше бесчинствуют. Она заповедует воздерживаться. Они еще больше предаются невоздержаниям. Она повелевает очищать тело и душу. А они еще больше оскверняют их. Она велит сетовать о содеянных делах. А они прибавляют новые беззакония. Она внушает умилостивлять Бога. А они еще больше прогневляют Всевышнего. Она назначает пост. А они еще больше объедаются и упиваются. Самое празднование Масленицы есть дело языческое. У язычников был ложный бог Вакс, изобретатель хмельного питья, которому они учредили особенные в году праздники, так называемые вакханалии. И проводили эти праздники во всяких непотребствах и мерзостях. Смотрите, не так ли христиане-то проводят Масленицу, а равны многие праздниства. А я еще расскажу то, что кто проводит Масленицу без чинства, тот становится явным ослушником в церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина. Ослушник это кто такой? Ну, тот, кто послушен чему-то, он послушник, да? Он послушание несет. А ослушник это противоположное, чем послушник, да? Тот, кто говорит, вот ослух, то есть непослушник, да ты ослух, да ты ослушался меня, то есть непослушался меня. То есть ослушник церкви и недостойный имени христианина. Но это не значит, что нам нельзя вот в сырную неделю блину печь, да хоть каждый день, пожалуйста. И блинчики, и пирожки, и со всякими начинками, сколько угодно. Все вам разрешено. Здесь говорится о бесчинствах, о невоздержании, о том, что объедение, упивание. Наоборот все делают. Да, дело доброе, зубодрогенные драки, частушки, и вот эти вот хороводы вокруг масленицы. Сейчас вот везде уже объявления висят, не буду говорить на камеру, в каких местах, на каких площадках будут у нас широкие масленицы проходить. И там наверняка и вот это чучело сделают, и все делают. Все по всем традициям, по всем, как положено, сделают. Молодцы, стараются. Но не всегда это или очень часто неправославное все. Вы должны об этом знать. А уж будете вы в этом участвовать или нет, принимайте сами решения, но понимайте, что это к православию отношения не имеет. И истинные православные в этом участвовать не будут. Так, стих повторили, а масленицы сказали. Так, а неделя о страшном суде у нас почему так называется? Потому что перед Великим постом... Дальше. Ну, правильно начинаешь. Потому что это неделя перед Великим постом. Она масленицей и параллельно задается о страшном суде. Потому что читается Евангелие. Ну, вы посмотрите. О блудном сыне читалось о блудном сыне в прошлом выходной. А неделя мытаря фарисея читалась о мытаре и фарисеи. Да это мои... А здесь, если о страшном суде, то здесь читается о... Дарья, не суши. Дайте ей чистенький листочек. Читается о страшном суде. И сегодня я не буду вам читать. Там большой отрывок писания. Сегодня буду читать. И сейчас вы внимательно слушайте о страшном суде. И для себя сделайте вывод. Какой вывод? Что? Что нужно делать, чтобы на страшном суде быть оправданным? И там прям четко Христос все скажет. Четко скажет, кто пойдет по правую руку, а кто пойдет по левую руку. Все четко и понятно. Не добавить, не убавить. Как будет страшный суд проходить? И тогда вы узнаете. Хотим, если мы иметь жизнь вечную и быть оправданными на суде Божьем, что мы должны сделать? И вот внимательно послушайте. И на следующий раз мне расскажете, кто вспомнит. И прям по пунктам. То делать, это делать, это делать, это делать. Ну, Нестор у нас, наверное, уже все знает. Вспомнил, да, это место. Где Христос сказал, отойдите от меня по правую руку, по левую руку. И удивились те, которые по левую руку. Они удивились, они даже вопрос начали задавать. То есть они уже начали выстраивать линию защиты свою. Да, как вы сейчас сказали на судах. А почему? А когда это было? А мы не такие. А Господь им объяснил, когда и почему. Ваня у нас сегодня приехал. И что, у вас там не болеет в группе, нормально все? Ну, молодцы, не пропустил занятие ничего, да? Нестор, а ты все, оздоровился? Мы за тебя молились. Ты вот в группе-то в этой... У тебя же есть в отцах? Он работает у тебя, например. Ну, и написал бы, я заболел, потом я выздоровел, спаси Христос. И если у вас кто-то тоже болеет, или еще какие-то нужды есть, может быть там, какие-то контрольные, ну, напишите в группе, помолитесь за меня. И мы всех помолимся. У кого нет отца, потом братья, сестры сообща передадут. У нас в основном не ученики болели, а учителя. Преподаватели, да? У нас, получается, вот две недели, как раз, когда Нестор заболел, у нас учительница болела. И у нас вот в течение вот этих двух недель постоянно были ее уроки и английский. Я говорю, у тебя видишь, челка, тебе еще две недели назад, и ты врач сказал, что тебе челку хотя бы посредили полностью. А ты сколько? Наоборот. Как он сейчас? Ну, сколько лет там учился? Ну, не считай этого, еще два года. То есть всего три? Четыре. Все, он же второй закончил. Второй. Быстрее. Я еще, если он веносся, уже закончил. А потом куда-то не удашься? Конститут ветеринарный. А, силикат там? Так, давайте еще стих повторим. Римлянам 6.23. И волосны для грех смерть. А дар был в Евгении, леченый оба Христи и Иисусу Господу нашим. Молодец. Нестор сегодня три пятерки получил. Вот берите с Нестора пример. Молодец. И помнит предыдущие, и все. Давайте стих... Ну, давай. Римлянам 6.23. Ибо возьми где за грех смерть, а дар Божий в жизнь вечная, во Христе и Иисусе Господи нашим. Это дар Божий. И о том, чтобы этот дар Божий с нами был, нужно молиться об этом. Чтобы Господь вот избрал нас, подарил нам этот подарок. Дар, то есть то, что дается бесплатно. Это подарок, который нельзя ни купить, ни заслужить, чтобы Господь нам дал этот дар. И чтобы мы имели вечную жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем. Об этом нужно молиться. И просить его для себя, для своих близких. Бывает, вот человеку вот все объяснено, вот все понимает. И Библию даже читает. А не верит. Не верит, не понимает, не принимает. Говорит, ну нет, и все, вот нет. Грехи мешают. Или еще что-то какое-то. Нет сердечного расположения. И никак не принимает. А нужно об этом молиться. И в какой-то момент Господь открывает. В раз и человек полностью, полностью верит. И всему, что написано верит. И все, что говорят, и все принимает. Поэтому, когда что-то не получается, нужно всегда молиться. Молитву творить чудеса. Если вам вот сейчас наступает пост, пост, как правило, все не любят. Есть кто любит пост? Ну, так вот, честно. Посты, как правило, не любят. Ну, это исключительный. Он тоже посты не любил в свое время. Он рассказывал, что он об этом молился. Об этом молился. И нам пример. Об этом молиться. Полюбить посты. Не фыркать, не гневаться, не считать деньки. Не заниматься обжорством перед постом. Обжорством сразу после поста. А любить пост. И так полюбить, чтобы вот прям ждать. Люди даже вот, как и на тихо, он прям ждет, наверное, даже поста. Ждет и радуется, что пост наступил. Потому что, если отношение будет у нас другое к этому, не как к диете, не как к наказанию какому-то, а именно для нашей души польза. Ручки все складывать и молимся. Господи, благодарим Тебя за это занятие. Помоги нам, Господи, подготовиться к посту, как должно христианам. Помоги, Господи, нам и нашим детям, чтобы горела в них вера и в нас. И прибыли мы в крепкой вере до самого конца наших дней. Сколько Ты нам, Господи, отмерил, мы не знаем. Тебе за все слава, хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой Атолий. 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 Сын и Дух Святой 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 Атолий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok